Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На два детских сада в городе стало больше. После капитального ремонта открылись дошкольные учреждения на Запорожской и Вдолотном переулке. Оба здания были признаны аварийными несколько лет назад, но теперь возвращены в систему образования. Обновленные помещения осмотрела глава города Елена Лапушкина и оценила, в каких условиях будут заниматься юные самарцы. Детские сады увидела и наша съемочная группа. Здравствуйте! Как вам в саду? Первый открыватель. Вы первооткрыватели в этом саду? Вы самые первые детки, которые зашли в этот сад после ремонта. Пока лишь несколько воспитанников приходят на пару часов в детский сад номер 123 на Запорожске в советском районе Самары. Но и они пока не успели оценить все замечательные возможности обновленного учреждения, который только открыл для них свои двери после капитального ремонта. В 2015 году здание было признано аварийным и детский сад закрыли. Теперь его восстановили и вернули в систему городского образования. Всего в дошкольном учреждении будет пять групп, две из которых ясельные, что позволит принять более 140 воспитанников. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с молодыми перспективными педагогами. Мы очень надеемся, что нашим воспитанникам в нашем детском саду будет уютно, тепло и комфортно, тем более, что все условия здесь созданы. Все самое интересное начинается только тогда, когда мы открываем дверь. Вот очень хочется верить, что все самое интересное начнется, когда наши родители откроют дверь нашего дошкольного учреждения, и вот здесь начнется самое настоящее волшебство. Пять групп будет и в обновленном корпусе детского сада номер 3 на Долотном переулке в Куйбышевском районе. Его тоже капитально отремонтировали. Одна группа станет уникальной для Самары с круглосуточным пребыванием. Она будет востребована у родителей, которые уходят на ночные дежурства. Это сотрудники разных производственных предприятий и силовых ведомств. За детьми в этой группе закрепят ночного воспитателя. Здесь подразумевается пять групп у нас. Две группы – это ясельного возраста на 20 мест, две группы для детей с ОВЗ и одна группа круглосуточного пребывания. Как сказала Елена Владимировна, действительно, для нашего района это эксклюзивный детский сад. Потому что я думаю, что эта группа будет востребована в нашем районе. Поэтому мы очень рады, мы очень счастливы, что у нас в районе такой детский сад. В обоих зданиях обновлены фасады. Произведена замена всех коммуникаций. Технические помещения наполнены современной техникой. Группы оснастили новой комфортной мебелью, интерактивным оборудованием для занятий, вспомогательными, образовательными и развивающими пособиями и большим количеством игрушек. И долотный переулок и Запорожская, вот эти два детских сада, они абсолютно разные. У них разное наполнение, у них разная направленность. И в самих программах для детей, мне кажется, и тот, и другой детский сад заслуживает благодарности подрядчикам и заслуживает того, чтобы наши дети воспитывались именно в таких садах. Совсем скоро обновленные здания вновь наполнятся смехом детей, для которых и был выполнен капитальный ремонт. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Самарцы могут обновить свой гардероб, сдав вещи, которые им не подходят. В управленческом переулке открылся обменный пункт одежды проекта «Благодарю». Здесь люди могут не только сдать вещи на благотворительность, но и подобрать что-то для себя. Обменный пункт находится в новом помещении Самарской организации «Свежий ветер». Что еще здесь появится после ремонта, волонтеры показали главе города Елене Лапушкиной. Подробнее Андрей Горгуленко. Теперь жители Самары могут не только отдать свои вещи на благотворительность, но и взамен обновить свой гардероб. Обменный пункт открылся на управленческом переулке. К обмену принимаются новые вещи с бирками, либо аккуратно использованные, без оставшихся следов носки. За вещи горожане будут получать баллы, которые могут потратить на вещи, которые принесли другие. Это не только одежда, но и аксессуары, предметы быта и игрушки. Была проблема у нас в проекте, когда нам люди, которые дают вещи благотворительность, говорят, вы знаете, а мы тоже хотим меняться хорошими вещами. И вот для этого, для таких запросов было настолько много, что мы решили, что да, это уже проект, потому что люди требуют, комиссионок нету, хорошие вещи покупают с бирками, да, с интернет-магазинов. Они приходят не совсем то, что людям нравится, либо такие импульсивные покупки делают, и потом у них эти вещи лежат, и, конечно, они думают, куда их сдать. Их можно теперь обменять. Обменный пункт проекта «Благо Дарю» открылся в новом помещении Самарской региональной общественной организации содействия благоустройства области и благосостояния жителей «Свежий ветер». Подобрать это помещение волонтерам помогли городские власти. Чтобы познакомиться с работой пункта, в центр приехала глава Самары Елена Лапушкина. Ей провели небольшую экскурсию по зданию, в котором еще продолжается ремонт. Главе показали, где будут располагаться швейные мастерские, в которых будут восстанавливать одежду на благотворительность, сортировочный цех и пункты сбора и обмена одеждой. Также волонтеры хотят оборудовать небольшой актовый зал, чтобы проводить встречи и благотворительные концерты. Они не стоят на месте, они развивают у них каждый раз новые идеи. И здесь это направлено на работу жителей, на помощь нашим жителям. Это помощь и погорельцам, и малообеспеченным. Сейчас вот они приступают к помощи нашим бойцам, которые служат, уже будут шить по их заказу. Начинается балакла. Открытие нового центра позволит благотворительной организации успешно продолжать свою работу по обеспечению нуждающихся одеждой, создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья и налаживать сотрудничество с детскими домами, приютами и другими благотворительными проектами. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Самаре возобновится снегопад. Вывозить снег продолжают ежедневно, а на улично-дорожной сети еще и в ночные часы. Для максимальной эффективности работ профильным муниципальным предприятиям, подрядчикам и другим ответственным службам поручено еще раз проверить исправность техники, наличие достаточного количества персонала и при необходимости скорректировать графики в сторону увеличения объемов уборки. Минувшей ночью в расчистке дорог участвовали 111 рабочих, задействовали 187 единиц техники. На полигоны доставили почти 2572 тонны снега, а с начала сезона уже вывезено порядка 120 тысяч тонн. Готовятся к прогнозируемым снегопадам во всех внутригородских районах. Всем управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН, ЖСК, районным муниципальным бюджетным учреждениям поставлена задача организовать уборку своих территорий. Те организации, которые не выполняют свои обязательства, рискуют попасть под наказание. Административные комиссии внутригородских районов и Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству Самары составляют материалы по фактам выявленных нарушений, которые затем направляются в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Основные задачи, которые сейчас стоят перед метростроевцами и работниками профильных служб города, разбирали сегодня на еженедельном совещании в мэрии, который провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. В историческом центре города специалистам необходимо закончить закольцовку водовода. Работают в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Ранее коммуникации пролегали по территории будущего станционного комплекса, и потому трубы пришлось переносить. Кроме того, на этом перекрестке переустроят трамвайные пути. В конце прошлой недели доставили материалы. Теперь рельсы нужно подготовить к укладке, их должны изогнуть под нужные радиусы. Во время переустройства линий дорогу перекрывать не планируют, а лишь сузят одну полосу в направлении из города. Трамвай продолжит курсировать по старому полотну, а стыковку имеющихся и новых рельсов произведут ночью. После укладки путей, стыковки и переподключения контактной сети ТТУ организует пробный пуск электротранспорта. А пока же готовятся к монтажным работам. Параллельно будут работы по завершению бетонирования камеры водопроводной и начало работы по прокладке радиуса на углу. Поворот налево на Галактионовскую. С 5-го числа выйдет монтаж трамвайных путей, закончить его. Кратчайшие сроки, насколько это возможно. Все-таки будет временное сужение на одну полосу. 25-го числа организовать следующий этап перекрытия. Ориентировочный срок действия перекрытия до 1 сентября. Но и в этот период трамвайное сообщение сохранится. Планируется, что транспорт будет следовать по переустроенным путям. В том числе это касается трамваев, которые в настоящее время ходят по улице Фрунзе. На совещании также рассказали о ситуации на стройплощадках метро. В историческом центре города закончили разработку стартового котлована. И в скором времени внутри строители соберут конструкцию под тоннелепроходческий комплекс. А на пересечении улиц Новосадовой и Полевой готовность стартового котлована около 28%. Рабочие продолжают устраивать его ограждающие элементы – сваи. Их готовность, по оценкам специалистов, составляет порядка 65%. Напомню, что когда достроят первую ветку Самарского метрополитена и введут в эксплуатацию новую станцию «Театральная», подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, а интервал движения поездов метро сократится до 7-8 минут. Какой будет Самара в будущем? Стоит ли совмещать учебу в университете с работой? И как все успевать? Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился со студентами Самарского государственного технического университета. Какие еще вопросы прозвучали от учащихся, и что они услышали в ответ, узнала Виктория Шарая. Студент Сергей Спирин – человек с активной жизненной позицией. Говорит, замечает, как в последние годы Самара развивается и становится все лучше, и хочет принимать в этом процессе участие. Сейчас он возглавляет одну из комиссий молодежного парламента. Скажите, пожалуйста, какой вы видите Самару в ближайшие 5-10 лет? Может быть, какие-то проекты, какие-то идеи для того, чтобы наш город знался еще лучше и интереснее? Я вижу Самару благоустроенной, я вижу Самару с восстановленным центром города. Я считаю, что огромный потенциал заложен с точки зрения туристического развития региона. Очень хорошие показатели у нас растет турпоток, и он будет расти по объективным и по субъективным причинам тоже. И внутренний туризм, он получает огромное просто взрывное развитие. И здесь нам точно есть, что показать, и есть, куда людей пригласить. В общем, много есть куда двигаться, и для молодых людей точно есть, где применить свои силы. Современные студенты успевают не только грызть гранит наук, но и зарабатывать деньги. Занимаются в различных творческих и спортивных коллективах. Заканчивают всевозможные курсы. Но иногда задумываются, как это отражается на учебе. Своими сомнениями они поделились с Александром Хинштейном. Сейчас многие студенты работают во время учебы. Как вы к этому относитесь? Считаете, что это правильный путь, или все же нужно больше времени уделять учебе? О дневниках мы говорим с вами, да? Да. Ну, смотрите, здесь все, на мой взгляд, не линейно. Здесь все зависит от каждой конкретной ситуации, от каждого конкретного человека. В целом, я не вижу ничего плохого, когда студенты работают. Чем раньше человек начинает зарабатывать честные деньги, тем раньше у него появляется чувство ответственности. Прозвучал от студентов и вопрос о том, как правильно распоряжаться собственным временем. Депутат Госдумы честно признался, что и он успевает далеко не все. И тут важно правильно расставить приоритеты. Ставить перед собой конкретные цели. А чтобы достижение результата увлекало, искать творческий подход. Виктория Шары, Константин Головин. События. В день 80-летия со дня победы в Сталинградской битве в Самаре открылась выставка «Сталинград. История победы». Гостям представили новую книгу журналисты и краеведа Владимира Казарина «Волга в огне». Она посвящена куйбышевским речникам, которые обеспечивали работу сталинградских переправ и снабжение боеприпасами и топливом Красной армии. Они обеспечивали работу сталинградских переправ и снабжали боеприпасами и топливом Красную армию. Свою книгу самарский журналист и краевед Владимир Казарин посвятил подвигу куйбышевских героев-речников. Автор рассказывает, когда обратился к этой теме, был удивлен, как мало о речниках написано книг. Я вырос на молоде буквально, поэтому подумал, о речниках мало пишут. Я подумал, пробуй заняться в эту тему. И когда влез туда, оказалось, что это очень интересная история. Книгу Владимира Казарина, издать которую помогла Общественная палата Российской Федерации, представили на выставке «Сталинград. История Победы». Она открылась в Самаре в рамках празднования 80-летия разгрома советскими бойцами фашистов в Сталинградской битве. Экспозиция представлена с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса и посвящена городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны. Мы рассказываем о тех историях наших речников. Причем хочу отметить, что зачастую на кораблях нашей Волжской, Самарской, Куйбышской флотилии работали именно семьями. Потому что тогда было, в те годы войны было так принято. Мы рассказываем, как через историю семьи, как через историю конкретного человека, который, может быть, кстати, и погиб в рамках Сталинградской битвы, и появилась вот та победа в Сталинградской битве в 80 лет, которую мы сегодня отмечаем, которая потом привела к победе в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года. Выставку под названием «Сталинград. История победы» можно будет увидеть до 28 февраля. Виктория Шарая, Николай Сидоров. События. Памятной дате было посвящено и торжественное собрание во Дворце ветеранов. Оно началось с выноса знамени, которое передал на хранение участник Великой Отечественной войны Николай Синдюряев. Затем гости увидели фильм, созданный из военных фотографий, а завершилась встреча концертом. Подробности в нашем материале. Памятное мероприятие, посвященное 80-летию со дня победы Красной Армии в Сталинградской битве в Самарском дворце ветеранов, началось с выноса копии знамени Победы. Его передал на бессрочное хранение сюда осенью прошлого года ветеран Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Синдюряев. Сегодня в Самаре проживают четыре участника битвы под Сталинградом, изменивших ход войны. Именно в этот период времени, 80 лет назад, как раз наши воины сделали то, что произошел перелом в Великой Отечественной войне. С этого дня наши войска начали огромное наступление и стали очищать от ненависти фашистской всю нашу землю. То, что сейчас делают наши ребята там за ленточкой. Среди гостей торжественного собрания – актив городской организации, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, студенты и школьники. Они пришли в эти стены, чтобы перенять эстафету в памяти от поколений победителей. Им представили фильм, созданный из фотографий военного корреспондента Николая Финикова. Моменты войны, моменты Сталинградской битвы, Мамаева-Кургана, запечатленные на пленке Николаем Федоровичем Финиковым, это особые, особые такие трепетные моменты. Мы увидим солдат, мы увидим оружие, мы увидим пленных и погибших немцев, тех самых врагов, которых мы победили. И уже неофашизм поднял свою голову. Но мы будем говорить о том, что в нашей крови, россиян, есть особый ген, который передан поколениям победителей. Благодаря ему мы выстоим и победим. Завершился памятный вечер концертом, на котором выступили творческие коллективы Дворца ветеранов. Сергей Кизоркин, Виктория Шара, Григорий Плешаков. События. Каждый ребенок – художник. В Самарском доме архитектора прошла творческая встреча. Члены общественной палаты городского округа Самара поддержали участников конкурса «Я патриот своей страны». О том, какую поддержку общественная палата решила оказать юным талантам, расскажет Александра Гусева. Красочные пейзажи, портреты, наполненные эмоциями, поделки из самых разнообразных материалов. Каждая работа по-своему уникальна и неповторима. Общественная палата на площадке дома архитекторов организовала выставку работ воспитанников, комплексного центра социального обслуживания «Ровесник» и центра помощи детям, оставленных без попечения родителей. Здесь представлено свыше 30 детских работ, победивших в конкурсе «Я патриот своей страны». И мы надеемся, что мы откроем еще много талантов среди этих воспитанников. Я думаю, для них тоже это будет очень приятно, полезно, потому что показать свое творчество, увидеть, что это творчество оценивают специалисты, поучаствовать в таком конкурсе, на выставке, наверное, это останется на долгие годы. Творчество помогает детям познать многогранность этого мира. Оно развивает фантазию, успокаивает и учит видеть прекрасное во всем, что нас окружает. Когда дети занимаются рисованием, они формируются, их сознание формируется, отношение к жизни. Они благодаря этому могут стать хорошими людьми. Можно посмотреть на картины, и у них уже очень хорошо отслеживается патриотическое воспитание. Уже видно, что они сопереживают нашей Родине. Каждый ребенок художник, но далеко не все стремятся развивать свои способности. И уж тем более ставить их в основу будущей профессии. Показать возможности Самары как среды для воплощения своих новых творческих проектов – одна из основных целей встречи. Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, как никто другой, нуждаются в поддержке при реализации жизненных планов. Специально здесь в Доме архитектора собрали. Мы еще им предложим, школа заканчивается, дальше вы что будете делать? Такую профессию, имея такие творческие наклонности, их можно использовать и дальше продолжать. Это уже на профессиональном уровне. Члены общественной палаты планируют продолжить сотрудничество с детскими социальными центрами. Чтобы поддержать в ребятах любовь к искусству и родному краю, для них будут организованы творческие встречи на базе Самарского художественного музея. У нас в музее развита такая музейная педагогика. И у нас очень много мастер-классов, связанных с коллекцией нашего музея. И вот два профессиональных художника – это Люба Егорова и Анна Слевкова, это члены союза художников, после того, как детки посетят наш музей, подготовят как раз свои мастер-классы. Конечно, они сегодня все в восторге от того, что это новая площадка для них, новые люди, новые знания. И, конечно, это итог того, что они в дальнейшем хотят творить. Награды получили все участники конкурса, а также их педагоги и наставники. Конкурс «Я патриот своей страны», организованный Общественной палатой городского округа Самара, не последний. Патриотическому воспитанию детей уделяется особое внимание. Инициатива Общественной палаты города нашла яркий отклик в сердцах подрастающего поколения. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. В Самаре прошел финал международного творческо-поэтического конкурса «В мире поэзии». За звание лучшего состязались более 600 участников. Это новый рекорд конкурса. События проходят при поддержке администрации города. Детали в сюжете. На сцене ДК «Заря» юные артисты разных национальностей, чтецы, танцоры и певцы. Они финалисты международного творческо-поэтического конкурса «В мире поэзии». Год от года участников становится все больше. В этом установлен новый рекорд. За звание лучшего соревновались более 600 конкурсантов. Половина из них – жители Самарской области. Остальные – из других регионов России. А также ближнего и дальнего зарубежья. Ребята читают стихи наших. Габделы, Тукая, Мусы, Джалиля. Ну и, естественно, и наших русских, советских поэтов, так скажем. А основная, еще раз повторю, задача, конечно, это приобщить наших детей к своему родному языку. Это вообще, конечно, сохранение языка, культуры и традиций татарского народа. А вот именно вот этот поэтический конкурс – это одна из составляющих вот этой всей нашей работы. Четыре года назад начинался конкурс как областной, затем стал межрегиональным. В текущем году решили сделать его международным, так как заявки на участие подали чтецы из Казахстана, Узбекистана, Чехии, Турции, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов. Для юных артистов Самары и области конкурс проходил в очном формате, а для всех остальных – в заочном. Все-таки глобальная паутина, так называемая сеть интернет, позволяет коммуницировать связи татар, которые разбросаны по всему миру, по всему земному шару. Это дает нам замечательную возможность приобщить их и посредством нашего конкурса поделиться с замечательной, богатой культурной историей татарских поэтов. Согласно заданию, на примере произведений татарских поэтов необходимо было раскрыть неисчерпаемую красоту такого чувства, как любовь. Ведь тема конкурса этого года просто надо любить. Администрация городского округа Самара неизменно приветствует проведение в нашем городе подобного рода фестивалей, так как они носят ярко выраженное, объединяющее значение. Потому что именно это, когда с молодых ногтей ребята привыкают изучать культуру других народов. Таким образом, это способствует сплочению, дружбе, объединению народов многонациональной Самары. По мнению организаторов, международный творческо-поэтический конкурс в мире поэзии набирает популярность еще и потому, что исполнять произведения татарских поэтов можно не только на национальном языке, но еще и на русском и других языках мира. Главное – раскрыть в выступлении всю мелодичность и поэтичность татарских авторов для широкой публики. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 11 февраля 2023 года пройдет открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», информирует телеграм-канал Куйбышевского района. Спортсменов приглашают принять участие. Центральный старт пройдет по адресу Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Смышляевка, территория Лесная, улица Олимпийская, здание 4. Выдавать нагрудные номера и сувенирную продукцию будет спортивная школа «Чайка» с 6 по 10 февраля по адресу Самара, поселок Управленческий, второй этаж. Дополнительная информация по телефону 950-09-97-950-19-73. Как использовать вычеты для возврата НДФЛ, рассказывает телеграм-каналик Октябрьского района. Если платите налог на доходы, его можно уменьшить или вернуть с помощью вычетов. Например, если покупали квартиру, оплачивали обучение в автошколе или лечение детей. Вычет уменьшает налогооблагаемую сумму. В результате налог становится меньше или образуется переплата. Разобраться в нюансах поможет подборка полезных постов, опубликованных в телеграм-канале. В телеграм-канале Кировского района напоминают о правилах использования газа в быту. Если вы почувствовали запах газа в квартире, необходимо отключить плиту, перекрыть подачу газа и распахнуть окна. После этого вывести всех из квартиры, отключить электричество в щитке и выдернуть телефонный шнур из розетки. Затем нужно самому выйти из квартиры, плотно закрыв дверь, вызвать аварийную газовую службу и дождаться ее на улице. Не зажигайте огонь и не курите. Не используйте электроприборы. Если вы почувствовали запах газа, звоните 04-104 или 112. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...